Здравствуйте, коллеги! Тема нашей сегодняшней лекции – соцсети и библиотека. Социальные сети рассматриваются библиотекой как интернет-сообщества или площадки общения, с помощью которых пользователи обмениваются информацией, объединяются группы, получают возможность поиска единомышленников. Социальных сетей много, но большинство библиотек открывает свои страницы ВКонтакте. Это достаточно простой и удобный сервис, доступный даже начинающим. У него есть свои преимущества, огромная посещаемость, более 70 миллионов ежедневно, активная пользовательская аудитория и возможность широкого общения. Важно, что 95% российских школьников старше 12 лет и студентов являются пользователями этой сети. Но читают ли эти пользователи книги или только слушают музыку, смотрят видео и общаются друг с другом? По статистическим данным, молодежь готова вступать в сообщества и группы ВК, общаться в них, а также получать оттуда информацию. ВКонтакте имеется множество групп и сообществ, связанных с чтением. Это сообщества книги, изменившие мою жизнь, что почитать, что читать. Еще ряд сообществ, так или иначе связанных с темой чтения. Известно, что цитаты из классиков активно живут в соцсети. Их каждый день кто-нибудь вывешивает у себя на стену, а остальные активно лайкают. Можно сделать вывод, что чтение для молодых пользователей ВКонтакте – довольно привлекательное занятие. И имеет и смысл обсуждать, что они читают. Своё сообщество позволяет библиотеке решить сразу несколько важных задач. Оставаться на связи с пользователями, сообщать им, к примеру, о книжных новинках, акциях, конкурсах, мероприятиях. А еще получать обратную связь. Не стоит ограничивать с одной страницей или группой. Можно создать их несколько, исходя из запросов библиотечного потребителя. В юношеской библиотеке – это молодые люди, а также коллеги-библиотекари. Понятно, что их запросы будут разными. Так библиотека может найти объединяющие темы, ради которых будут заглядывать посетители сети ВКонтакте на их странички. По сути, они представляют собой виртуальные клубы кривейческого, литературного, образовательного, досугового характера. Перед тем, как выбрать название и сообщество, определитесь тематикой вашей группы. Продумайте, каким контентом будете ее наполнять, что продвигать и о чем рассказывать. Название писаний можно представить краткую и в то же время емкую информацию о деятельности вашего сообщества. Хорошо, если название будет содержать ключевое слово или словосочетание. Ключевое слово – это запрос к поисковой системе. Подумайте, что и как будут искать. Библиотека, книга или чтение. Удачные примеры – книга, чтение, разночтение, книжный контент, типичный книголюк и другие. Сообщество библиотеки, посвященное криведению, к примеру, можно назвать криведческой библиокопилкой, где вместе с библиотекарями, своими знаниями о городе, фотографиями, ссылками будут делиться его жителям. Знакомству с редкими книгами можно посвятить сообщество под названием «Библия Гурман». Группа «Читающий Калининград» может держать в курсе новых поступлений в библиотеку, анонсировать литературные встречи и вечера. Группа «Читальня» – страничка читального зала, библиотеки и клубов по интересам. Оформите страницу сообщества должным образом. Такая страница должна содержать контактную информацию, время работы и адрес вашей библиотеки, геометку и описание. Добавляйте графические элементы, обложку группы или каналов, фоновые изображения. Помните, что красиво-форменные страницы получают больше пользовательского внимания. Аватар – это первое, что запоминается, на что обращают внимание посетители, когда заходят в группу. Чаще всего на этом месте оказывается логотип библиотеки. Желательно, чтобы аватарка была эксклюзивная, а не просто взятая из просторов интернета. Приступаем к наполнению группы интересным мультимедийным контентом. Для этого необходимо оформить фотоальбом и загрузить видео и другие документы. Можно отдельно сформулировать правила поведения в вашей группе, написать первоэмоциональное сообщение приветствия, начать несколько важных тем и организовать актуальный опрос. Наполняемость рубликами у библиотек разная в зависимости от масштаба деятельности. Библиотека сообщает о текущих грядущих мероприятиях, проектах, о времени и условиях участия в кружках, конференциях, движениях и вечеринках для подростков. Как рекомендация, создайте рублику в помощи выполнения домашних заданий или страничку вопрос библиотеку или новые поступления. Тем самым библиотека действительно приближается к своему читателю, становится организатором и руководителем читательского движения в масштабе сообщества. Давайте рассмотрим на примере странички Маяковки ВКонтакте. В библиотеке практикуется использование следующих видов контента – образовательный или полезный контент. Это ролики про писателей, статьи, обзоры, подборки литературных каналов и подкастов, книжных лайфхаках. Мы выкладываем статьи в удобном формате, а также интерес аудитории может быть привлечен благодаря подкастам. Это могут быть как аудиоверсии интервью со специалистами библиотек или приглашенные гостями, так обзоры книг, вини-лекции на различные темы или прочтение отрывков из книг. Экспертный контент. В Маяковке существует областной методический центр, который транслирует работу с молодежью в библиотеке области. Поэтому ВКонтакте мы знакомим коллег с теми интересными идеями и новшествами, которые практикуются в библиотеках, работающих с молодежью. Информационный контент. Здесь мы размещаем анонсы конкурсов, календарь событий, Маяковке, новости из мира литературы. И развлекательный контент. Это шуточные, смешные, связанные с литературой посты. Это мемы, видеоигры и сториз. И несколько наших рекомендаций к содержанию. Пост должен быть грамотно написан. Можно написать две строчки красивым и правильным русским языком, а можно и 50, но так, что скоро читателю станет скучно, и он не доберется до конца вашей новости. Никому не будет интересен пост, написанный сфотографическими, пунктационными, стерилистическими и другими ошибками. Почему-то всем кажется, что пост – это лишь действие слова, причем простейшие, вроде пришли и ушли, понравилось, счастливы. Подумайте над словами, добавьте мысли и чувства. В языке есть не только существительные глаголы, но и прилагательные на речи, причастие, депричастие. Если их грамотно применять в тексте, то можно сделать его лучше. К оформлению. Качественная графика и выполненные на хорошем профессиональном уровне видеофрагменты сделают ваши сообщения наглядными и привлекут больше внимания. Чаще всего при перелистывании новостей наш взгляд задерживает визуальный контент. Если изображение нас заинтересовало, мы невольно переходим к прочтению самого текста. Старайтесь подбирать что-то яркое и любопытное, используйте горизонтальные фотографии. Они лучше смотрятся как на компьютерной, так и на мобильной версии. Такой пост выглядит более аккуратным. Любая новость начинается с заголовка. Хороший займет не более одной строки. Неплохо позаботиться о том, чтобы информация была содержательной, но в миру краткой. Старайтесь сместить суть вашей новости в видимой части поста, чтобы читателям не надо было его разворачивать. Оптимальным считается 350 знаков с учетом пробилов. Если пост объемный, его необходимо разворачивать, чтобы прочесть до конца. Позаботьтесь о том, чтобы текст цеплял и интриговал читателя, вызывал желание узнать, чем же все кончится. Ориентировочный размер – 600 символов с пробилами. Для лучшего прочтения большого текста рекомендуются дополнительные пропуски между абзацами. К стилю речи. Страницы библиотек в социальных сетях, в отличие от блогов и официальных сайтов, имеют свою специфику. Например, привлечение пользователей здесь предполагает неформальный стиль общения, исследование трендом, то есть изменением, обусловленным подвижностью информационного пространства. Принятые нормы общения в социальных сетях предполагают осознанный отказ от элементов канцелярского стиля и излишнего официоза. К привлечению пользователей. Типичная ситуация – ваша группа или страница создана, там же размещен какой-то контент, но пользователей все нет и нет. Ситуация имеет несколько бесплатных решений, которые может использовать библиотека. Размещайте гиперссылки, ведущие на ваше сообщество в сайте библиотеки, призвайте читателей подписываться. Используйте почтовую рассылку в своей библиотеке для расширения аудитории ваших сообществ. Например, подготовьте подборку новостей библиотеки, обзоры книжных новинок, информации о предстоящих семинарах, не забыв упомянуть про свои группы в канале и канал в социальных сетях. Если сообщение будет достаточно информативным и привлекательным, пользователи обязательно перейдут на целевую страницу. Работайте над контентом и совершенствуйте его. Возможно, причиной замедленного развития вашего сообщества стало содержание сообщений, нерелевантное ожидание аудитории. Чтобы уяснить, так ли это на самом деле, проведите опросы. Результаты помогут выполнить работу над ошибками. Дружите в сети с публичными библиотеками, некоммерческими организациями, библиотеками других городов, обменивайтесь опытом, а также ссылками-репостами. Консультируйтесь по вопросам продвижения в социальных медиа со специалистами в области библиотечного маркетинга. Получайте информацию из всех доступных вам источников. Помогут профессиональные литературы и переводик, авторитетные ресурсы, научные конференции по библиотечному делу. Для удобства создайте контент-план, в котором будут изложены примерные темы и даты выхода публикации в вашем сообществе. Это поможет систематизировать работу. Поддержите регулярность постов. Для библиотеки достаточно одного поста в один-два дня. Если такой возможности нет, используйте функцию таймер. По статистике, 90% сообществ публикует запись каждый час. То есть 14.00, 15.00, 16.00 и так далее. И лента новостей подписчиков в эти часы полностью захламляется. Поэтому таймер лучше ставить на 15-20 минут позже часа. Тогда подписчики обязательно заметят ваши записи. Следите за уникальностью материала. Копировать информацию может каждый, но написать что-то свое и при этом интересное далеко не все. Поэтому лучший вариант – только посты собственного производства. Отмечайте для себя, какие новости действительно актуальны и востребованы у ваших пользователей. О них и делайте свои уникальные информативные посты. Если чья-то информация покажется вам интересной, лучше перескажите ее и дайте ссылку на источник. Если делаете простой репост, то добавляйте к нему свои размышления. Если цель поста – переход по ссылке, то помните, что с пользователями ВК обычно не хотят никуда переходить. Им нужна информация здесь и сейчас. При желании можете добавлять к вашим записям хэштеги, и это увеличит их видимость и может повлиять на популярность постов. Спасибо за внимание.